Приветствую зрителей канала и тебя, уважаемый друг. Сегодня 31.12.2017. Хочу поздравить с праздником и пожелать в этом году с помощью любых средств вернуться в ту реальность, которая когда-то давно нам приносила истинную радость и которой мы стремимся в наших походах, путешествиях. Все готовятся к Новому году. Вот и я приготовился. Это набор для приготовления пищи. Долгое время я пользовался обычным котелком, костром. Мы знаем, какие минусы у этого варианта. Мы воняем, нужно искать дрова. В этом процессе можно пораниться, испортить свои вещи и так далее. Да и бывает в одиночном путешествии после некачественного сна с комарами. Не очень хочется всем этим заниматься. Хочется покушать быстренько и уехать дальше. Но вариант приготовления на котелке мне по-своему нравится, потому что это, естественно, романтика. И от нее я отказываться не буду. Никак я не могу сделать самодельный чехол для котелка. Буду пользоваться тоже им периодически. Думал даже брать вместе с этим набором еще и котелок, так как он не такой тяжелый, алюминиевый все-таки. Ну давайте потихонечку поговорим последовательно. Сначала о горелочке. О каждом элементе. Ну естественно, о вот этих делах я дальше буду делать обзоры детальные. А сейчас так в общем поговорим. Значит, горелочка пингвин. Все вещи, все элементы в большинстве случаев я пытаюсь брать бэушные в идеальном состоянии, близко к новому. В данном случае тоже эта горелочка у нас забыл модельку. Вернее, не забыл, а затрудняюсь выговорить ее по-английски. Вот. Пингвин. Вот, без безпозжига. Хорошая горелочка, относительно компактная. Ну мне здесь не нравится, что такой чехол, который пока ее всунешь довольно долго. Значит, горелки бывают самые разнообразные. Бывают такие, которые на землю прямо устанавливаются. Я решил взять вот эту, она покомпактнее и в принципе по цене мне подходит. Дальше я буду об этом всем рассказывать. Значит, сейчас я попробую ее закрутить на баллон и первый раз поджечь. Для меня это впервые опыт. Честно говоря, даже не очень я как-то в плане безопасности спокоен. Потому что постоянно у меня какие-то проблемы. Можно сейчас взорваться все и обзор прекратить. Ну, значит, баллон этот 203 за грамм. Я его взвесил, он около 360 грамм. То есть, здесь заявлено вот эта цифра 230. Это имеется в виду газ, кто не знает. Здесь внутри вот такая вот выемка для того, чтобы в случае, если баллон нагреется, она вот вылезла и дала нам какой-то запас безопасности. Баллоны эти можно заправлять. Мне продавец сказал, что это не очень безопасно для горелки в плане ее долговечности. Просто засоряется форсунка эта, если нашим газом заправлять. Но, конечно, я все это взвешивал, думал, все-таки это, блин, какие-то расходы дополнительные. Костер-то нам позволяет не зависеть ни от каких баллонов, ни от чего. Кто-то скажет, что, да, я и соглашусь с тем, что, естественно, мы зависим от дров. Это дополнительное время. Да и не в любую погоду ты можешь приготовить все это дело, потому что, ну, бывают слишком сырые ветки. Бывает такая погода, когда вот зимой я сталкивался, реально тяжело развести костер. Прошел дождь, дня два шел, ветки полностью пропитались, влага, и потом резко мороз. То есть, мы видим ветки, пропитанные внутри полностью водой, сверху лед. В этом случае довольно-таки. Вот, поэтому вот какой-то такой минимальный наборчик. Здесь, конечно, есть поменьше объем посуды. Здесь, кстати, есть радиатор, я дальше покажу. Вот, бывает меньше объема, бывают варианты джет-бойл, то есть, уже все в сборе, вот такая штука, которая уже встроенная горелка. Вот, баллон просто прикручивается. Этот вариант, озвученный, он даже поменьше чуть-чуть. Там используется меньше баллоны 100-грамовые. И таким образом он совсем компактный и легкий получается, относительно вот таких. Вот здесь 230-й баллон, это как бы медиум вариант по весу, по своему объему. Это без проблем вставляется все вот сюда. Вот, горелочка тоже сверху. Ну, естественно, в чехле без проблем. Вот, и мы видим, то есть, ну, относительно небольшой это объем, такой вот моя ладонь. Значит, здесь еще, так как я уже показывал, вот под низ тоже можно что-то положить. На самое дно я имею в виду. Кстати, друзья, давайте, если я уже начал об этом говорить, пока я просто беру вот такой вот бахил, вставляю туда это дело, потому что, во-первых, оно звенит без всяких прокладок, во-вторых, внутреннее анодирование со временем, при вот таком болтании, соприкосновении, может в длительных походах каких-то постепенно удалить анодирование частично. Это будет плохо. То есть, мы повредим внутреннюю поверхность. Ну, вот это не очень-то, ну, салфетку какую-то, можете чехол специально сделать. Значит, дальше, о чем я рассказывал. А баллонах, да, я закончу. Значит, есть еще варианты заправлять не нашим газом с обычных баллонов, хотя это очень дешево, там есть объявление 30 гривен там в долларах, ну, это сколько, ну, доллар 2, 20 центов, да, заправить такой баллон. Ну, как я уже говорю, типа, этот газ не очень дружелюбен к этим горелкам. Дальше, какой еще есть вариант? Покупать вот такой газ только цанговых баллонов и переливать с помощью самодельного переходника. Это позволяет два раза сэкономить, так как баллоны цанговые дешевле. Два раза резьбовых вот этих. Хорошо, в принципе, этот вариант для меня более интересен и приемлем по деньгам как раз можно. Но в плане вот заправки бытовым газом я еще почитаю, потому что я учитываю, что эта информация исходила от продавца вот таких баллонов. Ну, давайте, друзья, поехали. Что-то я затянул видео, затянул рассказ об этих баллонах. Может быть, кому-то будет интересно. Так, нужно быть очень осторожным. О! Пошла жара. Да, вот таким образом. Ой, ну, мы видим, да, если чуть-чуть наклонять, так как баллон полный, газ, она как-то переливается. Вот таким образом вот здесь радиатор. Все, мы ставим. И не буду, друзья, сейчас наклонять, как-то показывать. Ну, в общем, огонь. Все, закрываю. Буду экономить. Огонь вот сюда поступает. Он так рассеивается, в радиатор этот заходит. Бывает еще здесь ветрозащита такая. Вставочки тоже металлические. Вот так довольно красиво и компактно все это смотрится. Не стал я покупать горелку какую-то там за 80 центов. Взял все-таки пингвин. Думаю, ну, что экономить-то? Я взял ее за 350 гривен. Новая 540. Вот все вещи. Вот это я взял. Вот это вот. Плюс вот такой чайник. Вот такой. Это написано Alux. За 600 гривен. Хотя мог еще староваться. Но стоит это все дело подороже. Ну, в магазинах. Возможно, в Китае так и стоит. Вот. Взял в идеальном состоянии. Что не сказать о чайнике. Ну, ладно. Вот это вот в хорошем состоянии. Так, давайте теперь я о баллоне рассказал. О горелке рассказал. Давайте об этом. Значит, вот такая вот штука. Вот мы берем. В принципе, очень удобно здесь резиновое покрытие. Вот. Значит, внутри разметка есть. Здесь написано 800. Ну, если полностью доверху 900 где-то будет грамм. Вот. Такой объем для одного человека, наверное, даже много будет. Вот. Для двух человек самое то. Давайте теперь сковородочка. Классно так она сделана. Значит, смотрите. Раз. Для того, чтобы вернуть в перешнее положение закрытое, нужно вот здесь нажать. Вот так вот. Кто не знал. Я не знал. Я первый раз познакомился с этой посудой, потому что, как я уже сказал. Ну, котелок меня устраивал. Ну, он меня и сейчас устраивает. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ставил сюда перелил и отсюда пьешь. Значит, дальше, друзья. Что я еще думал, может быть, в замену вот этого. Потому что, ну, все-таки она не такая маленькая эта штука. Какие варианты, которые я упустил, возможно, раньше, до покупки котелка. Есть варианты с флягой. Ну, я как-то раньше флягу воспринимал просто как фляга. Но потом я увидел, что там есть же котелок, подстаканник или подкотельник, как это сказать. Таким образом, мы имеем флягу, с которой можно пить. Плюс в ней же уже котелок. Но котелок, к сожалению, он не такой там большой. Там где-то, ну, грамм 400-500 в него влазит. Больше нет. Таким образом, приготовить каши там, ну, недостаточное место. Хотя бы грамм 600 там было бы, если бы он повыше был. Возможно, такие существуют. Я хотел американскую настоящую флягу найти, пока у меня не получается. Мне друг советовал именно ее. Существуют другие разные, с других армий. Но пока, кроме Милтека, ничего я найти не могу. Ну, а там качество не очень. Этот вариант, фляга с подкотельником, довольно интересный. В принципе, вот с этой горелочкой, да, поставил, приготовил и пошел дальше. Ну, что мне не нравится вот в этом котелочке? Здесь как-то вот это все гремит. Здесь никакого нет фиксатора, чтобы все это держалось вместе. Здесь крышка вот так свободна в походе. Да, есть к ней чехольчик. Чехол я покажу дальше уже в детальном обзоре после того, как начну пользоваться вот этим. расскажу, как быстро, как удобно его реально носить. Есть чехол, который просто затягивается на таком пластмассовом фастексе, так назовем его. И за счет этой затяжки, да, эта штука не болтается. Вот, ну и в него, как я уже показал, все содержимое, включая горелку, баллон. Вот, ну, горелка вот с баллоном не влазила сюда вот, с установленным. Ну, это и не нужно, потому что мы можем повредить что-то. Все, друзья, на этом буду закругляться. Попробую, насколько это удобно. Думаю, мне понравится. Вот, по расходу, надеюсь, это будет не так дорого, все. Но, возможно, допускаю, что куплю я вот эту вот горелочку, вернее, не горелку, а флягу с котелком, только качественную, какую-то оригинальную, армейскую. И буду дополнительно носить, так как она позволяет набрать внутри воду. Пустая с котелком, она не так много весит, ну, хотя и немало. Ну, в принципе, вот я наберу туда воду, вот, и буду носить этот вариант. И дополнение, возможно, вот эту флягу с водой. Вот, и допускаю, что котелок от нее я буду ставить даже в костер. То есть, с этой всей ситуацией я работаю только с газом. А ту флягу с котелком, его я смогу ставить на костер, возможно, так. Ну, об этом поговорим дальше, потому что тоже в костер ставить, допустим, алюминий, ну, не знаю, еще можно. Дальше потом его оттирать. Нержавейку как-то жалко. Ну, все, друзья. На этом буду заканчивать. Еще раз всех вас поздравляю с Новым Годом, друзья. Аккуратно гуляйте, потому что я уже 30-го числа видел людей в транспорте уже с руками там переломанными, кровавыми. Там такие все пьяные уже 30-го. Не надо, друзья. Давайте будем держаться. И отметим спокойно, без разных происшествий. Получим такое спокойное удовольствие, размеренное. И рассчитаем все, отложим все наши мероприятия на следующий год. Мирные, интересные, яркие, насыщенные. Все, всем пока, удачи! Продолжение следует...